Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего с нами на связи. Игорь, рады вас видеть в нашем эфире. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну мы, вот Игорь Владимирович, с вами же не единожды, да, практически каждую неделю об этом говорим. Мы говорим о том, что Украина не то, что не отступит, Украина имеет абсолютное право, да, не просто предлагать, как уже предложила формулу мира, а и настаивать на ней. И все больше страны все-таки появляются, которые присоединяются к формуле мира, готовы ее поддерживать. Все-таки, ну не состоялся саммит, да, пока что, саммит глобального мира, который тоже инициатива Украины, он обязательно состоится. Понятно, что все-таки есть ряд сопутствующих факторов, которые пока не дают возможности провести такой саммит. И все-таки хорошо, что все больше стран присоединяются к глобальной формуле мира. И мой излюбленный вопрос все-таки, ну время от времени опять кто-то просыпается, опять кто-то заявляет, опять кто-то хочет показать, возможно, что он хочет быть миротворцем в данном контексте. Вот тут Лула Досилова в очередной раз свои предложения повторил фактически уже. Игорь Владимирович, это все-таки, ну вот, хотелось бы честно говорить об этом. Это когда кто-то из лидеров других стран предлагает свою помощь и выступить либо же модериатором, либо же миротворцем. Это уже он в первую очередь делает, я насколько понимаю, для своих каких-то укреплений оппозиции, а не для того, чтобы урегулировать и решить и закончить войну. Потому что, в принципе, очень часто те планы, которые предлагают лидеры некоторых стран, они зачастую исходят не из интересов Украины. Ну, это естественно, каждый лидер страны исходит из интересов своей страны и своего положения в этой стране. И поэтому Владимир Зеленский сказал, что выводы Сильва имеет право на свое мнение, имеет право его выражать. Но в то же время наш президент прокомментировал, что если кто-то из мировых политиков не поддерживает позицию Украины, в данном случае он будет поддерживать позицию Российской Федерации. На сегодня позиции прямо противоположны по тому, как закончить войну. И поэтому задача нашей дипломатии и задача всех этих интервью – это именно доказывать в том, что украинская позиция более правильная. Пока мы видим только осторожные реверансы со стороны некоторых стран, в сторону украинской позиции. И, скажем, по итогам G20 опять в декларации попала очень важная фраза о том, что ни одна страна не может нарушить территориальную целостность другой страны и забрать у нее часть территорий. То есть это, в принципе, абсолютно проукраинское заявление, потому что Российская Федерация пытается проводить даже псевдовыборы на прошлой неделе на оккупированных территориях. Но, кроме Северной Кореи, результаты этих псевдовыборов и сам факт аннексии территории никто не признает. Вот, чтобы идти дальше, это нужно, конечно, призывать Россию вывести войска. И к этому не все страны мира пока что готовы. А вот это вот сейчас в данном контексте просто уже вспомнили Лулу Досилова. Вот президент Бразилии, я напомню нашим зрителям, накануне заявлял, что если российский президент Владимир Путина приедет на саммит Большой Двадцатки в Бразилию в будущем году, я цитирую дословно, российского президента Владимира Путина ни в коем случае не будет он арестован, если приедет в Бразилию в будущем году на саммите Большой Двадцатки. В понедельник фактически взял уже свои слова обратно на пресс-конференции и сказал, что решение о возможном аресте российского лидера будут принимать судебные власти страны, а не правительства. Опять же, цитирую дословно, президента Бразилии Луиса Иннася Лула Досилова. Это что означает? Кто-то все-таки президенту Бразилии сказал, что если вы являетесь подписантами Римского статута, то те, на кого выдано ордер Международного уголовного суда по прибытию вашей страны должны быть арестованы. То есть ему фактически напомнили, как действует Римский статут. Либо же, как вот вы считаете, что произошло буквально за короткое время? Почему было одно заявление, а далее другое? Ну, мы можем действительно предполагать, что был звонок друга. И действительно в своих заявлениях, когда Лула брал слова обратно, он сказал, а я не знал, что Бразилия ратифицировала Римский статут. Ну, если ратифицировала, тогда, конечно, все по процедурам, решать будет суд. Все-таки Бразилия сильная страна, Бразилия большая страна, но Бразилия тоже завязана на все мировые глобальные процессы. И, скажем, в соотношении с Соединенными Штатами Америки, если Болсонару ориентировался лично на Трампа и на республиканцев, то Лула имеет свои отношения с демократической администрацией. И поэтому не исключено, что сработали каналы неофициальной дипломатии. Вообще же главная книга Бернса, нынешнего директора ЦРУ, называется «Бэк-ченнел», то есть неофициальная дипломатия. Вот они это умеют использовать, и мы видим эффективность этих приемов. Также сейчас, если говорить о том, что в целом дипломатические усилия сегодняшние, вспоминая уже прошедший саммит G20, в целом, с одной стороны, Украина вспоминалась там, и война в Украине, но, с другой стороны, было очень много, знаете, таких обобщенных высказываний. Очень хороший пост написал Олег Николенко, это представитель МЗС. Он написал, что G20 все-таки утвердила общую декларацию, но лучше было бы и внедрить правки, где Олег Николенко указал на некоторые обобщенные моменты, уточнил, что именно Российская Федерация виновата в этой войне, что именно полномасштабное вторжение России. И вот эти моменты не указаны были. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, что саммит большой двадцатки то ли боится высказывать точно те факты, которые существуют на сегодняшний день в плане геополитики, либо что? Поясните. Декларация принимается консенсусом, насколько американцы разъяснили, выходов было два. Либо никакой декларации, либо декларация именно такая, потому что в консенсус входит и делегация Российской Федерации, которую в Нью-Делье возглавлял Сергей Лавров. И поэтому это максимально жесткие формулировки, которые могли попасть в текст декларации с учетом мнения Российской Федерации. Ну и все же саммит G20 был направлен больше на анонсирование альтернативного транспортного мега-коридора, о котором договорились некоторые арабские страны, Индия и Европа с выходом на Грецию. Это, конечно, был большой вызов для Китая, потому что это конкурент его новому шелковому пути. И чтобы не сорвать вот эти большие договоренности, дискуссиями и отсутствием деклараций, наши западные союзники явно пошли на некие компромиссы с глобальным югом, с Китаем и в том числе с Россией. И также стоит отметить действия Украины на международной платформе далее. Если не ошибаюсь, господин Кулеба еще перед началом нового дипломатического сезона говорил, что глобальный юг – это один из приоритетов Украины, чтобы там усилить свою позицию. Насколько вы видите сильными позициями Украины сейчас в плане такого себе дипломатического давления на глобальный юг, на в целом те страны, которые так или иначе заинтересованы в ресурсах Российской Федерации? Я вижу вызов, я вижу возможности, первые усилия нашей дипломатии по всем направлениям, но вопрос очень сложный, потому что страны, которые в последнее время начали называть глобальным югом, они же причисляют Украину к глобальному западу, так же, как и сами украинцы. То есть мы считаем себя частью Европы, мы подписываем соглашение о статусе кандидата в Европейский Союз, и поэтому на нас смотрят примерно так же, как на Великобританию или Германию, наши коммуникации. Но все же в Украине тоже есть выигрышный момент, и она и всячески использует это, в первую очередь, апелляция к вопросам неоколониализма, потому что для многих стран глобального юга очень важна плохая память о тех временах, когда их колонизовали. И когда мы рассказываем, что данная война, это попытка канализовать Украину со стороны Российской Федерации, что Украина была частью империи, Украина вышла из нее, Украина построила независимое государство, но это не устроило империю, империя пытается нас опять захватить, для них это больно, и для них это понятно. И вот подобные аргументы могут работать, и они уже начинают работать. Мы видим, что все-таки количество стран, которые голосуют за проукраинские резолюции в ООН, увеличивается. И на многих международных площадках также к украинской позиции проявляют интерес, и по многим пунктам ее поддерживают. На самом деле, вот когда Андрей Ермак презентовал украинскую формулу мира стран глобального юга в Саудовской Аравии, то восемь пунктов поддержаны полностью. По двум пунктам продолжается дискуссия. Один пункт – это персональная ответственность российского руководства за преступления агрессии. И вот здесь ряд стран говорят, что ну не стоит ни на счастье. И пункт о выводе войск, о котором также идет дискуссия. Некоторые страны говорят, что нужно бы вступить в переговоры и, возможно, достигнуть компромисса. Это вот фиксация ситуации на сегодняшний день ДК. Да, тут очень важно. Главный пункт – это все-таки вывод всех российских военных с территории Украины. Далее можно будет уже говорить, рассматривать процесс развития и подход к переговорам, каким он будет. Переход, вернее, даже не подход, а переход к переговорам. Я еще хочу также акцентировать внимание, чтобы мы с вами, Игорь Владимирович, продолжили. Вот президент Украины, материалы, которые делали наши коллеги, в очередной раз говорит о том, я цитирую, невозможно и заморозка конфликта, а победа Киева принесет мир не только в Украину, но и в безопасе другие соседние с Россией страны от возможной агрессии. Хочу вас спросить о замороженном конфликте. Действительно, со стороны украинских властей мы очень часто слышим, вот можем вспомнить и секретаря РНБО, который сказал, нет никакого замороженного конфликта. Да все говорят, президент Украины, отвечая на вопросы журналистов, и в СНН говорил, нет, нет замороженному конфликту. Все прекрасно понимают, что, возможно, сейчас как раз заморозка конфликта, это то, что хотелось бы Российской Федерации, потому что мы прекрасно понимаем, что бывает после замороженных процессов, мы можем только предполагать и догадываться, насколько с усиленной силой может Российская Федерация в очередной раз нарушить территориальную целостность и суверенитет, в частности, если мы говорим об Украине. Но все же вопросы возникают, журналисты возникают. Иногда этим все-таки пользуются и говорят представители и других стран, и представители Запада. Все-таки хочу еще раз в очередной раз, Игорь Владимирович, чтобы мы поговорили, что замороженный конфликт это худший сценарий для Украины в данном контексте. А, возможно, я не навязываю, возможно, у вас своя точка зрения. И почему все-таки время от времени, да, вот точно такая же история, как с теми, кто хочет выступить миротворцем, да, тот или иной президент или лидер страны. Точно такая же здесь история. Время от времени появляются из уст политиков, даже не украинских, но появляются все-таки тезисы о том, что замороженному конфликту имеет место быть. По итогам интервью Владимира Зеленского канала CNN, российская пропаганда пытается рассказывать, что Украина не хочет завершения войны. Скорее всего, наоборот, и мы это все понимаем, что как раз украинский президент Зеленский это человек, который, наверное, больше всего хочет завершения войны. Но что он подчеркивает в интервью, в том, что как, каким должно быть завершение войны, что мир должен быть стабильным и прочным. Это, кстати, повторяют и многие мировые лидеры, что мир, ради мира, мир на три дня это тоже не решение. И поэтому конфигурация мира, это состоит мирный план Украины, должно быть не только освобождение всей территории, а именно гарантии безопасности, чтобы новая война не повторилась ни против Украины, ни в регионе, ни вообще в глобальном масштабе. И поэтому временное решение приостановить боевые действия на месяц или на три месяца без всеобщих гарантий, без понимания, как это все будет работать, это новость для обсуждения в студиях телеканалов на три дня, на месяц, а что же потом. Именно поэтому своим интервью Владимир Зеленский демонстрирует готовность к затяжной войне, но ни в коем случае нежелания затяжной войны. Никто в Украине не хочет, чтобы война продолжалась еще годы или еще несколько лет. Все хотят, чтобы она закончилась довольно быстро и новая война не начиналась никогда. И также, в свою очередь, вот вы уже частично сказали, да, о так называемой усталости от войны, которую распространяет этот нарратив российская пропаганда, но тут у нас существует очередной уже последний результат опроса Евробарометра, которые говорят, что большинство европейцев продолжает выступать за поддержку Украины, в том числе и поддержка вооружения. И тут возникает вопрос, опять же, вот как ни крути, но когда мы утыкаемся в какие-то переговоры, мир, к сожалению, бывает меркантильным и, понятное дело, лидер каждой страны в первую очередь думает о своей стране. И это нормально. У Украины сейчас насколько высоки рычаги влияния, насколько высоки рычаги давления, ну, по отношению к европейским партнерам, давайте без давления, тут рычаги больше так влияния нужности в будущем содружестве и европейском сообществе в том числе. Насколько Украина сейчас сильна и нужна для инвестиций, для будущих сотрудничеств? Мы видим, как сейчас подписываются очень десятки, если не сотни контрактов по размещению заводов на территорию Украины совместного производства той или иной бронированной техники. Шансы сейчас и ценность Украины насколько важна для европейских партнеров? На завершение такой общий вопрос. Европейские элиты понимают, что Украина ведет войну не только за себя, хотя публично никогда это не признают. Они рассказывают это война Украины и России, это оборона Украины против России, но мы только помогаем. Хотя на самом деле это война всей западной коалиции по обороне западной цивилизации от российской агрессии. И пока они это понимают, они будут помогать России, они будут помогать Украине, они будут помогать в этой войне, потому что они защищают не только Украину и народ Украины, они защищают себя. И поэтому усталость есть, усталость есть и у населения европейских стран, но они понимают, что сдаться они не могут, и поэтому позволить себе проиграть Запад тоже не может. В этом является основная ценность Украины, которая, к сожалению, попала на передний край обороны. Вам чтобы слово, да, слово и усталость, оно есть, оно существует, его используют. Мне когда-то понравилось, как сказал Дмитрий Кулеба, это не усталость, а рутинность, да, рутинность, и рутинность как раз война, она действительно приводит к таким процессам каждодневным, и вот эта рутинность, она, ну, многих как бы в эту рутинность забивает, и из нее тяжело выйти. Но главное, что сегодня мировое сообщество и цивилизованное сообщество понимает, кто агрессор, и прекрасно понимает, и здесь нужно пребывать на стороне демократического государства, которое хочет развиваться, но развиваться в рамках своих территориальных грозниц и границ 1991 года. Вам огромное спасибо, Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова